Здравствуйте всем, с вами Stoker и это долгожданный обзор проектора C80. Если кто не смотрел распаковку, сейчас в аннотации появится, а также продублировано внизу в описании. Заходите, смотрите. Данный проектор я купил, сейчас на экране появится за сколько в долларах. В Китае продают его под разными брендами, в разных корпусах даже. Я покупал не с Алиэкспресс, но он именно там и продается. Покупал в Украине на OLX, вышел у меня практически в такую же цену. Имеется версия даже с андроидом, 4 андроид, оперативки всего 1 гигабайт, маловато. Стоит ли покупать с андроидом, это вам уже решать. И конечно же цена чуть-чуть дороже, не намного, но все-таки дороже. Давайте я сейчас открою. Был у меня небольшой казус с данным проектором. Я не буду рассказывать в этом видео, я уже рассказал про распаковки. Давайте непосредственно открою коробку. Здесь мы видим, в принципе, наверное, что должно быть. Этих двух кабелей в комплекте не было. Не знаю, на самом деле были они или нет, или просто они здесь представлены. Сам проектор, инструкция, пульт, кабель АВИ, блок питания. Ну и два кабеля, HDMI и VGA, которых в комплекте не имеется. Тут самый проектор, который я запаковал. У меня, в принципе, так и лежит в этой пупырке. Давайте сейчас посмотрим, что в данной коробочке. Хотя, в принципе, в распаковке я уже это все показывал. Вот есть инструкция. В этой коробке имеется блок питания. Вот с таким вот штекером. Также имеется пульт. Тут есть у нас различные кнопки. Лазить по меню. Посередине ОК. Также матиш и громче звук. Кроме этого, есть еще кабелек, как я называю его тюльпаны. 3,5 мм на тюльпаны. И двое очков самых простых 3D, где используется красный и синий цвет на глаза. И получается 3D. Видео скачиваете. Я не знаю, для чего такое 3D. Ведь оно самое примитивное использовалось еще в 80-х, 90-х. И сейчас уже никуда не годится. Но есть и есть. Теперь непосредственно перехожу к самому проектору. Имеется крышечка, которая просто открывается. Здесь у нас вот такая вот линза. Наверху только лишь одна кнопка включения. Есть вариации, где есть управление на самом корпусе сверху. Но тут его нет. Какие здесь имеются разъемы? Разъем под наушники. Разъем под кабель AVI. Также 2 USB. Не знаю, зачем нужно 2 USB. Но они здесь имеются. VGA, HDMI и вход под блок питания. Также имеется здесь встроенный динамик. С этой стороны вот здесь он имеется. Динамик 5 Вт. Но скажу, такой себе на самом деле динамик. Лучше его не стоит использовать. Если вы смотрите фильм. Лучше подключить динамики, которые соответственно больше Вт, чем здесь. Ну или аудиосистему, если она у вас имеется. Данный проектор HD. Максимальное разрешение Full HD. Минимальная диагональ экрана 37 дюймов. Максимально 120 дюймов. Делал экран для просмотра фильмов чуть больше 2 метров. И было комфортно смотреть. Четкая картинка. Главное поднастроить. Кстати, вам не показал. Вот это вот настройка четкости. И мы видим, сама линза выезжает. И также выезжает. И можно также настраивать вертикаль. Тоже это имеется. Также имеется здесь ножка. Дабы чуть-чуть было возвышение. Оно есть, если нужно. Имеются, конечно же, 4 ножки. Ну и резьба под штатив. А что касается размер проекции. От 1 метра до 8 метров. Яркость ламп 2200 люминов. А пиковая мощность 3000 люминов. А срок службы ламп 3000 часов. Мощность данной лампы 60 ватт. Размеры данного проектора 200 на 155 на 75. Весит 1 килограмм 37 грамм. И прежде чем продолжится ролик. Хочу предложить свою группу ВК. Обои для смартфона HD. В ней вы найдете различные обои на разные тематики. Вы найдете обои с животными. Пейзажи. И даже обои 18+. И многое другое. Все это вы сможете найти в данной группе. Подписывайтесь. Ссылка внизу в описании. И вот переместился в свою комнату. Подключил проектор. Данный экран почему-то у вас выглядит, я смотрю в камеру, ярче чем у меня. Скорее всего эта камера передает. Сейчас ничего у меня не подключено. С помощью пульта я сейчас и буду управлять проектором. Давайте зайду в меню. Сейчас стоит HDMI. Ему ничего не подключено. Выходим в меню. Имеется два USB. Также HDMI. Также VGA. Давай подключу флешку с музыкой. Подключил в первое USB. Мы можем посмотреть, как будет работать. Переключаемся на то самое USB. Что мы тут можем сделать? Прослушать музыку. Посмотреть фотографии. Ну или выйти назад. Ну или посмотреть видео. Тоже это имеется. Если на флешке оно конечно есть. Но у нас только музыка. Мы запускаем ее. И видим различные треки. Звук будет идти с данного проектора. С его колонки. Сейчас послушайте, как звучит данный динамик. Громкость полная. Вот минимальный звук. Одно деление. И вот максимально. Давайте еще один трек послушаем. Ну вот такой вот динамик у данного проектора. Так вот он звучит. Для своей цены в принципе нормально. Но если смотреть фильм, то не очень. Лучше все-таки подключить внешние колонки, которые больше будут мощности. Что касается по поводу видео. Включал напрямую слэшки фильма. И почему-то картинка идет, а звука нет. Как вы слышали, звук в самом проекторе есть. Только что слушали музыку. Звук есть. Но почему-то, когда фильмы включал, звука нету. Не знаю, с чем это связано. Включал фильмы меньше разрешения Full HD. Картинка идет. Формат пробовал и AV, и MKV. Но результат все равно одинаковый. Может быть это связано с тем, что битрейт большой. Или не поддерживается аудио формат. Хотя, по заявлению, поддерживаются многие аудио формат. Может быть это зависит от битрейта. Но так или иначе, почему-то звука не было. Но это не беда. Можно запускать с компьютера, к примеру, или с ноутбука. И все это дело идет. Пробовал, смотрел пару раз фильмы. Все работает хорошо. Сейчас хочу подключить PlayStation 2. То, в принципе, я уже и сделал. Посмотреть, как будет работать через тюльпаны. Сначала мне нужно будет зайти в этот самый раздел. Данная игра запустилась. Это PS 2013. И давайте еще посмотрим. Да, действительно работает. Выбираем русский язык. Сейчас вы видите это все в полной темноте. Я полностью погасил свет. Дабы вам было видно это все делать четче. И вот игра пошла. Давайте чуть поиграем. Ах, забрали мяч. Ну и вот вы видите, в принципе, что это все дела. Работает. И довольно таки хорошо. Давайте уже забейте или ваут, или что. Как тут бегать? А, бля, хамуха. Ладно, что-то я заигрался. Работает. Все хорошо. Можно глянуть тесты данного проектора. Можно глянуть тесты данного проектора. Сейчас покажу я вам тестовые картинки, изображения. После этого запущу тестовое видео в формате MP4 Full HD. Заходим в USB. USB отобразилось. Теперь мы нажимаем изображение. И вот здесь у нас есть та самая папочка. Тест с тестами. Давайте сейчас посмотрим. Это сеточка. Я вижу по-другому, нежели видите вы. Почему-то на камере больше уходит это все дело в синеву. Я вижу все чисто белое. И сеточка хорошая, четкая. Следующее изображение. Смотрим, что у нас. Дальше у нас полоски. Все цвета. Можно посмотреть. Видно, в принципе, это все дело хорошо. Вот синий цвет. Как отображается синий цвет. Как отображается желтый. Вот такие вот полоски. И, в принципе, цвета все четкие. Немножечко такие яркие, как видно это на камере. В принципе, комфортно смотреть за свою стоимость. Проектор хороший. И ожидать от него что-то сверхъестественного, супер качественного не стоит. Но для свою цену он нормальный. Вот заставка, когда профилактика на телевизоре. Еще есть у нас какие-то картинки. Просто не помню. Да, вот такая еще. Красный цвет. Вот так отображается. Зеленый. Опять сеточка. Давайте я отсюда выйду и посмотрим видео. Как же все-таки видео отображается. Опять же, заходим в USB. Вышел я в то самое USB. Находится оно у нас здесь. И здесь у нас два ролика. Здесь можно смотреть то самое 3D. И второй ролик показательный. И как раз посмотрим, есть звук. Правда, я не помню, какой из них какой ролик. Сейчас будем смотреть. Вот, как мы слышим, звук идет. Картинка тоже плавная. И все четко, хорошо. Этот ролик был скачен с YouTube. Был скачен в формате MP4, Full HD. Ну и он прекрасно идет. Значит, все-таки, те фильмы, которые я запускал, и в них звука не было. Скорее всего, был очень большой битрейт. И, соответственно, напрямую на проекторе звук не мог отобразиться. Так как битрейт был очень завышен. Либо нужно конвертировать. Хотя, опять же, я не знаю, в какой формат. Либо смотреть это с помощью того же компьютера или ноутбука. Выводить изображение на проектор. Давайте остановим. И второй ролик. То самое 3D. Ну, в общем, все. Подвожу итог по данному проектору. Проектор за свою стоимость хороший. Можно купить на Алиэкспресс. Проектор продается в двух вариантах. С андроидом и без андроида. И в различных корпусах. Его делают различные производители. Начинка одинаковая. А корпус может отличаться. Есть даже с кнопками, которые здесь есть. Сверху, мне кажется, это более практичнее, нежели только с пульта управлять. Также, как я уже вам показывал, имеются здесь различные порты. Все то, что нужно. Здесь, в принципе, есть. Проектор хороший. И если вы хотите его себе приобрести, заходите на Алиэкспресс. Ссылки никакой не буду оставлять. Так как я покупал не на Алиэкспресс. Чтобы потом не было никаких проблем. Что какую-то ссылку оставило, кому-то не пришло. Или пришел неисправный. Так что ищите сами. Проектор для своей цены хороший. Если у вас никогда не было проектора. И вы хотите попробовать себе приобрести проектор. И посмотреть, что это такое. То я вам советую такой покупке. Ну, в общем, все. С вами был Stoker. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. А также заходите на мой лайв канал. На мой канал Stoker Show. Ссылки внизу в описании. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok